Тогда пожалуйте в необычный музей, в следственную тюрьму НКВД. Не думайте, что выставки не для вас, если вам не нравится приобщаться к прекрасному с помощью полотен. В Мемориальном музее истории политических репрессий вы узнаете немало нового и интересного о прошлом своего народа и страны. Посетителем нашего музея являются самые разные люди, как томичи, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами, так и многочисленные гости города Томска, очень много иностранцев, которые хотят понять суть нашего прошлого, нашего тоталитарного прошлого. Музей размещается в здании бывшего Томского городдела ОГПУ НКВД, поэтому обстановка соответствующая. Вы входите в настоящий тюремный коридор, который приводит вас к следственной камере для арестованных врагов народа. В кабинете следователя вы вполне можете почувствовать себя настоящим НКВДшником. Ну что, расколешься? Или пытать будем? Я не понимаю, я ничего не делаю, за что пытать? Также у вас есть шанс побыть и в роли подследственного. Интересуетесь историей жертвами репрессии? Придя в следственную тюрьму НКВД, вы по материалам и сохранившимся подлинным документам узнаете о трагических судьбах многих жителей Томской земли, ставших жертвами политических репрессий. Реальный музей в реальных камерах. Музей существует здесь с начала 90-х годов, а тюрьма существовала с 23-го до конца 40-х годов. И это сами стены много о чем говорят. Также в музее хранятся уникальные по-своему предметы, очень четко характеризующие характер сталинской эпохи. Причем большинство их принесли томичи. Так что музей действительно можно назвать народным. Вообще музей создавался на голом месте, созданием общественного мемориала. И все, что здесь вы видите, это все принесли посетители. Принесли, сохранив от своих родителей, от своих дедов, как память о их. Придя сюда, можно не только познакомиться с историей и узнать что-то новое и интересное, но и на себе ощутить, что значит быть политическим заключенным. Например, посидеть в реальной камере, полежать на нарах. Музей как память, музей как информация о тоталитарном прошлом. Для подростков, которые не знают ничего о том, что происходило в нашей стране 50-70 лет назад, для них это вообще посещение нашего музея связано с чем-то таким экзотическим. Ну и нужно, наверное, помнить, что в нашей стране от сумы и от тюрьмы не зарекайся, как говорит народная мудрость. Поэтому в какой-то степени это может быть и прививка, профилактика того, что может случиться с человеком, если он совершит в настоящее время противоправные какие-то поступки и окажется в подобном следственном изоляторе. Как известно, не помня прошлого, невозможно построить будущее. Поэтому знать историю своего народа важно и должно. Особенно, если у тебя есть возможность на секунду погрузиться в быт того страшного времени. Как видите, и в музее можно отлично провести время, а заодно узнать немало полезного и интересного. Главное понять, что вам по душе – живопись или история. Культурно просвещалась Вероника. Дежурная по рубрике.